Можно ли случайно похитить секреты НАТО? Что делать, если в машине с вами решил проехаться гепард? И чью мечту исполнил Папа Римский? Об этом не только в нашем обзоре. В Таллине злоумышленники украли секретные материалы НАТО. Воры залезли в машину к начальнику штаба Центра киберзащиты Альянса и похитили ноутбук, планшет и флешки. Техника с закриптованной тайной информацией принадлежала силам обороны Эстонии. Полиция быстро нашла виновных. Ими оказались двое местных воришек, давно известных своими ограблениями и наркопреступлениями. Древнее индейское захоронение обнаружили археологи под водой в Мексиканском заливе, недалеко от берегов Американской Флориды. Находке около 7 тысяч лет. Благодаря песчаному дну останки и предметы, даже деревянные детали, хорошо сохранились, говорят археологи. В этом районе на дне залива находится не одно захоронение американских аборигенов, поэтому заплывать дайверам сюда запрещено. Во время сафари в Танзании к британцам в машину запрыгнул гепард. Любознательное животное изучало задние сидения, а потом капот. Все это время туристы по совету экскурсовода сидели неподвижно. Но на камеру гепарда заснять все же удалось. Через 10 минут зверь решил покинуть автомобиль. Папа Франциск прокатил на папамобиле мальчика с синдромом Дауна. Он увидел 12-летнего Питера в толпе во время еженедельной аудиенции в Ватикане. Понтифик пригласил мальчика к себе в машину и подарил корону из воздушных шариков. Как оказалось, Питер уже три года мечтал увидеть папу римского. Но из-за того, что он боролся с лейкемией, мечта осуществилась только сейчас. В бельгийском городке Дюрбюи фестиваль шоколада. Скульпторы со всего мира создали полсотни гигантских фигур из известного бельгийского лакомства. Всего здесь более 43-метровых горилл, слонов и фламинго. Гостей фестиваля приглашают полакомиться шоколадными напитками и макарунами. А детей учат вырезать статуи из шоколада. По всей территории фестиваля текут сладкие реки и установлены шоколадные фонтаны.